Работая президентом, всегда слышу заверения, заверения, потом оправдания, чего-то не хватает. Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, последнее место заняли. Я попросил, ну давайте посчитаем, сколько денег стоило туда съездить и обратно. И опять те же объяснения. А вот вы понимаете, у нас нет детского хоккея. Это я к тому, что никаких оправданий быть не может. А чудеса, которые творили Сергей Михайлович на последнем чемпионате по биатлону. Я не знаю, чем тут оправдываться. Или поехали в Египет, поиграли в гандбол. Я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть еще больше. Еще раз подчеркиваю, едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем больше сопротивление. Поэтому в этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились, а что мы чего-то можем. Я вообще не понимаю, а чего не хватает для того, чтобы подготовиться по профильным видам спорта. Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Слушайте, ну вообще негде было, можно сказать, тренироваться. Сейчас, пожалуйста, самые лучшие центры. Идите, плавайте. Целинская, когда катила на велотреке, в грудь била меня и себя. Говорит, я сделаю все, вы мне только велотрек постройте. Построили. Давайте результат. Вы не думайте, что мы завтра начнем копировать Минск в областях. Нам это не нужно для компактной страны. Любой спортсмен может приехать сюда на один велотрек и тренироваться. Нужен Сергею Михайловичу результат. Не дай бог, его не будет на Олимпиаде, но вы знаете, какой потом будет разговор. Надо давать результат. Ну я понимаю, это спорт. Ну зубами уцепитесь и покажите, что вы можете.